Привет, друзья! Сегодня у нас вот такой стол. Этот стол я не разбиралась вчера. Но, в принципе, вот эти предметы, они очень часто на моем столе. Я бы вообще... Мне очень нравятся такие видео, которые говорят, что у девушки в сумке или что. А вот у нас сегодня тема, что у меня на рабочем столе. Может быть, она носит шуточный характер. И давайте мы посмотрим, что же у меня на столе, чем я пользуюсь, какие инструменты, и что же я делала вчера такого, и почему у меня эти инструменты на столе. Ну что ж, давайте приступим. Всем приятного просмотра. Давайте начнем прямо, наверное, отсюда туда. Вы обычно видите мой стол белым и чистым, потому что вся миграция красок находится в этой стороне, где обычно не попадают камеры. Ну что, вот у меня стоят две лампы. Одна икеевская, самая обычная лампа. Вот эта вот. Вот она такая. Самая обыкновенная лампа. От нее падает свет. И вторая лампа маленькая, черненькая, которую, в принципе, вы можете купить в любом хозяйственном магазине. Она мне очень нравится. Я ими давно пользуюсь. Уже они много-много лет. В принципе, я довольна. Особенно я довольна вот этой лампой, потому что ей она просто замечательно служит. И очень-очень много лет. Очень много лет. И очень удобно. Ее можно и пониже поставить, и повыше. То есть она очень маневренная, скажем так. И там у меня лампочка Ильича, про которую я говорила, что у меня есть светодиодная лампочка. Она в вот этой черной лампе сделана. А лампочка Ильича у меня стоит в этой лампе, чтобы, опять же, вы помните, лампа нагревалась. Мне это важно, когда я олифлю. Потому что, когда идет тепло от лампы, олифа начинает быстрее вставать. И это вот лампа, которая, в принципе, подогревает олифу. Дальше у меня стоит мой подручник, в котором я постоянно работаю. У меня, в принципе, либо здесь, либо рядом, там, где стоит компьютер, у меня есть. Подарок от моей ученицы из Америки, Чикаго. Но всегда у меня это Чикаго, этот магнит. Это у меня лежит маска, которую, в общем-то, мы сегодня знаем, почему она у меня тут лежит. Она здесь тоже почему-то затесалась. И мой блокнот. Здесь я пишу разные задания. Здесь у меня какой-то флайер есть. Что-то тут у меня. Ну, какие-то мои дела. Давайте положим сюда маску. Блокнотов у меня два. Один блокнот с моими текущими делами, что мне надо не забыть делать. Я один планировщик. Всем известная коробочка, а может быть и не всем. И здесь у меня мои материалы для золочения. Здесь есть чуть-чуть золота белого. Ну, остальное все пустые книжки. Вот еще лапочки какие-то у меня лежат тут. А, вот здесь вот кусочек белого золота. Я его берегу. Дальше у меня лежит перчатка. Перчатка совершенно не для карантина, а для реставрации. Потому что в работе у меня часто бывают очень пыльные вещи. И мне вот нужна перчатка. Что в этой кучке у меня? В этой кучке у меня два акрила. Черный и белый. И кто смотрит мои видео, тот знает, что я очень часто делаю с учениками грязали. Грязали, вот, которая здесь тоже у меня стоит. Мы в последний раз делали святитель Николая. Кстати говоря, скоро выйдет. Я надеюсь, что я все видео, которые я хочу вам показать, я выставлю. Вот эту грязальку я делала вчера. Сейчас уже видео грузится на YouTube. И поэтому у меня здесь черный и белый акрил. Так, это мы тоже сюда пока положим. Далее, что здесь у меня находится? Ну, здесь находятся мои наушники. Но он тоже для того, чтобы здесь поработать. Жирный крем для рук. Дальше здесь у меня находится мордан. Мордан у меня трехчасовой. Честно говоря, я его не очень люблю, но он у меня тут стоит. Дальше у меня несколько вариантов болюсов. Вот такой желтый болюс. Я им как-то золотила на трехпроцентный клей. Было очень неплохо. Хорошая вещь, хороший материал. Очень даже подходит. Дальше. Здесь у меня белило титановое. Стоят, непонятно. Это разведенный черный. Я забыла, видимо, его убрать в холодильник вчера. Это тот же самый черный, только в сухом варианте. Это Инстакол Кельнер. Это очень интересное производство. Очень интересный материал, который используется для глянцевого золочения. И вот если есть какие-то варианты золочения не на полимент, на классический полимент, то вот используют вот эту штуку. Вот по секрету, но я думаю, что это не секрет на самом деле, весь Большой театр от золочения на вот эту, сюда его тоже поставим. Дальше у меня есть такой же Кельнер Инстакол, только другой цвет. Видите, он написан более матовый, но на самом деле, когда рядом с матом, с настоящим матом вот этот вот Кельнер, он совершенно по-другому смотрится. Но это не используется в иконописи. Может быть, кто-то и делает такое, скажем, упрощенное, облегченное золочение на эти составы. Но это все-таки больше для декоративного чего-то, для какой-то резьбы, для чего-то вот более сложных каких-то моментов. Но может быть, кто-то их использует, не знаю. Я все-таки за то, чтобы более натурально все-таки делать полиментное золочение. Оно и лучше получается. Это вы позолотите, может быть, и позолотите хорошо, ровно. Но вот как вы это положите, надо тренироваться. Вообще, надо попробовать. Интересная тема. Дальше у меня находится Кельнер Систем Фаунд. Это двухсоставная система. У меня только сейчас система вот эта вот, состоящая из глины. Да, там вот, не знаю, не видно вам, наверное, глина только. Но это тоже такой новый способ золочения, скажем. Вообще, система Кельнера, она специально разработана для позолотчиков, чтобы, ну, опростить жизнь. То есть, вы наносите эту систему, потом сверху наносите активатор, который вместо, как бы, водки у вас, и спокойно, спокойно золотите. Здесь находится страшная штука для реставраторов. Ну, мне, в принципе, нравится. Это водный, водный битум. Не спиртовой, не на латспирите. Водный битум. И иногда им тоже можно работать. Но это, опять же, в декоративных вариантах золочения. Но, если у вас, например, реставрация какая-то состарена, то можно тоже пользоваться. В принципе, интересная вещь, если вы вот занимаетесь не только. Да и в иконописи она иногда тоже хорошо была бы. Оттяните орнамент какой-то. В общем, мне иногда... Такого, вот здесь у меня две волшебные краски. Одна плакатная гуашь, 802 номер. А другая плакатная гуашь, которая у меня, к сожалению, уже закончилась. Придется покупать номер, 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 номер неизвестного номера. Потому что она уже полностью у меня 803. 802 и 803. 802 я использую чаще, чем 803. 803 уже много лет, 802 поменьше. Для чего эти штуки нужны? Например, у вас где-то в асисти дырка какая-нибудь, да? Или что-то вам нужно подкрасть. Это практически незаметные вещи. То есть вы практически не увидите, если замажете, что у вас там что-то появилось. Опять же, они часто использовались в реставрации, когда я эти золотила. Храма Климента Папы Римского. У нас была реставрация там большая. И мы там золотили. Так, это вообще не знаю, как сюда попало. Это кусочек от моего наушника. Так, уберем его срочно. Это тоже для меня загадка. Это вообще мне надо отдать знакомой одной, которая делает интересные скульптуры. Игрушки она делает. Это ее игрушка. Она у меня затесалась. Ну, видимо, после карантина только я это отдам. Так, димексид. Димексид, кто не знает, это не только лечебное средство, но это тоже используется в реставрации, если это нужно. Тряпочка вискозная. Ну, понятно, что мне нужно что-то вытирать с периодичностью здесь. Дальше баночки. Баночки, кстати, у меня здесь много стоит. Вот у меня чашечка. У меня идут вот эти вот кисточки, которые я пытаюсь отмыть. Я их как-то забыла после нашего карантина, когда мы съехали из студии. Я забыла, кстати, отмылись. Ну, вот они. Вот чудо из чудес. Ну, это вот просто прекрасно, потому что я вам тогда буду как-то работать. Хотя, конечно, ну, ничего, ничего. Можно, можно, можно будет их там домыть как-то, но не сделать. И вот мне пришлось вчера что-то с этим срочно придумать. Они были завернуты в пакет просто. И я их только сейчас нашла. Ну, такой тут грунтный паз. Это очень хорошее, кстати, тоже средство, если какая-то утрата на грунте. Вот кто говорит, что постоянно бьет какие-то уголки у икон, да? Вот я там возила икону и взяла, стукнула, стукнула икону, у меня отвалился кусочек. Или там отвалился, я что-то там счищала, у меня отвалился там где-то кусман. Вот, пожалуйста, грунт левказ. Берете чуть-чуть, подмазываете этот уголок и сошкуриваете. Видно, не будет. Это очень хорошая вещь. Если честно, я всегда пользовалась акрилом, каким-то грунтом. Или замазывала, просто сама делала левказ опять и замазывала это место. Но, в принципе, вот этот намного удобнее. Дальше, что у меня стоит? Опять пустые баночки. Мы их сейчас сюда все поставим. Питц для эмульсии или там для чего-то. Тоже всегда здесь у меня. Это свидетельство, которое я никак не вышлю. Девочки, простите, карантин у меня затянулся. И на рису пейзажи акварели очень хочется повторить вот этот вот мастер-класс для девушек, которые со мной занимаются. Посмотрим, реально ли вот по бумажке так что-то написать. А вот он, какая красота. Можно ли по вот таким вот этапам что-то получится или нет? Интересно. Ну что, банка с пигментом. Теперь мы смотрим то, что никогда у меня со стола не съезжает. Банка с вот таким цветом. Это производство Зечи. Производство лазурный. Цвет лазурный. Вот пол банки у меня этого лазурного. Это самая замечательная краска, которая еще могла. Ярко-синий. Это тоже ультрамарин Зечи. Который часто, ну я использую, но чаще я все-таки комбинирую. Я не всегда беру эти краски. Они здесь у меня стоят, потому что они, в принципе, достаточно часто мне нужны. А, так, вискозные полотенца. Как много-то всего. Стакан для воды. Для меня, не для кого-то. Вот затесался стакан с водой. Градусник. Умбра. Умбра краска. Умбра. Это тоже сюда. Это у меня, ой-ой-ой, пересыпанный шунгит. Это не квас. Это спирт. Последние остатки спирта здесь тоже нужны. И смотрите, что у меня здесь еще стоит. О! Какая красота. Это мне прям поднимает настроение. Банка с охрой. Вот такая охра, кстати, тоже Зечевская. Очень удобная. Очень хорошая. Но, знаете, как бы говорят, что это натуральный пигмент. Все-таки мне кажется, что это химическим путем добытые пигменты. Что это не вот такие, которые продаются. Вот как натуральные пигменты, вот точно. Они вот точно натуральные. Их точно как-то добывают. А вот это все-таки химическим способом добытые. Вот много палитр у меня здесь разных. Вот так пустые баночки. Это коробочка для пигментов. Очень удобная, кстати говоря, сюда кладешь вот эти вот баночки, да? И закрываешь, ставишь в холодильник. Удобная. Так, это вот моя вчерашняя, кстати говоря, рисование. Акрил мы опять же грязали. Ну и осталась у меня только последняя коробочка с моими пигментиками. Вот здесь хрома, кадми, неаполитанская, желтая. Крышечки от баночек, которые сейчас в холодильнике. Зеленая, изумрудная. Это на основе азурита. Крышечка, гетит и сидерит. Вот как-нибудь потрем эти краски, посмотрим, что это такое. Вот. Значит, все это у меня здесь стоит. Ну и теперь... Самое интересное вопрос. Как вы думаете, чем же вчера я занималась? Почему все эти предметы у меня на столе? Ну, сразу я вам скажу, что я вчера не писала икону. Мы делали только грязали, это первая часть. А вторая часть, что же я такое делала. Ну все, на этом наше видео подошло к концу. До встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok